Главный синоптик города Александр Колесов. Александр Михайлович, добрый день, как вы нас слышите? Здравствуйте, я хорошо слышу. Хорошо, давайте тогда прежде, чем будем говорить про август, поймем каким у нас был июль, рекорды этого месяца, какими они были, давайте вместе вспоминать, и точность прогнозов, потому что многие по умолчанию воспринимают синоптиков как, если не врагов, вредителей, мы же считаем иначе, вы обещали дожди, дожди были, вы обещали теплый финал месяца, пожалуйста, мы греемся, вы сами довольны своими июльскими прогнозами, Александр Колесович? Ну, прогнозами, наверное, погодой, конечно, довольно нельзя, потому что очень много дождей, и для этого месяца, может быть, это даже не самые главные какие-то рекорды, потому что прошлой водой все-таки было больше осадков, а вот холодная погода, это, конечно, очень заметно, и получается, что у нас на сегодняшний день, ну, сегодня теплый тоже день, но он уже мало картину изменит, 1,3-1,2 температура ниже нормы, это, конечно, очень много, у нас был холодный 15-й год, июль месяц, ну, там было минус 0,9 силы, так что тут практически на 3, на 4 десятых холоднее, и сравнивать можно это только с 96-м годом, вот 96-й год был прохладнее, там температура была, ну, даже чуть-чуть пониже, и аномалия больше полутора градусов тогда отмечалась, и вот эти вот, опять же, практически, ну, длинные-длинные 15-18 лет, они все-таки были более теплые, вот это вот самое главное, в связи с тем, что холодная погода, в течение месяца у нас практически все время наблюдалась аномалия отрицательная, ну, вот только сейчас вот 5 дней теплые, да в середине, в начале второй декады тоже было там 4-5 дней сухих, и за счет этого более теплых, вот это вот тот показатель, который повлиял, ну, наверное, на всю природу, и особенно в сельском хозяйстве у нас сейчас это отмечает, что задержка практически на 3 недели развития всего сельского хозяйства, то, что все высажено по Ленинградской области, ну, плюс еще дожди, которые тоже усложняют обстановку, так что нерадостная погода. Нерадостная погода, но вот смотрите, эта задержка, она в некотором смысле внушает оптимизм, весь город, ну, многие, по крайней мере, я, мои друзья, верят, что раз у нас сирень зацвела в середине июля, то, видимо, и лето у нас закончится где-нибудь в середине октября, синоптики ведь должны нам довыдать тепла за этот период, что вы можете на это сказать? Ну, наверное, надо сказать, что, конечно, у нас очень все хорошо, у нас такая длинная-длинная весна до середины июля, потом небольшое лето, и наступит бабье лето, которое, боюсь, будет длиться до Нового года, как обычно. Нет, не бойтесь, это очень хорошо, мы именно так хотим, так же будет, скажите. Ну да, а если серьезно, то, конечно, вы понимаете, что в большинстве случаев все зависит от солнечного сияния, а оно пока никак не меняется. И в конце августа оно уменьшается, солнечный приток в сентябре он минимальный. Если только устанавливается антициклон и много-много солнечных дней, таких более теплых, то тогда хорошая погода. Но вот эти вот все-таки годы, они такие редкие. Вот за последние годы у нас был сентябрь хороший, это девятый год, и вот четырнадцатый, пятнадцатый, четырнадцатый год, ну, примерно одинаковые сентябрии было. Сейчас нельзя пока конкретно пообещать ничего на сентябрь, но должно быть, конечно, бабье лето все-таки, оно, наверное, будет наблюдаться, и какой-то более сухой период наступит, потому что сейчас постоянно у нас влияние циклонов. И перспективы на август, ну, они примерно такие же. Плавно подходим к августу, но прежде чем мы подаем к августу, я хочу доутвердить вот эту мысль про лето, которое продолжится осенью, насколько, в принципе, состоятельно вот это поверье, лето началось позже продлиться дольше. Не безосновательно же эта история. Ну, в целом, если я не выразил свою мысль, давайте еще раз скажем, что Солнце уходит все меньше и меньше, оно все ниже и ниже, меньше его влияния, меньше прогрев. Поэтому температура воздуха в любом случае в августе всегда понижается. Первая половина месяца, она как бы так вот более-менее хорошая, теплая. Здесь надо еще сказать, что вот мы сейчас вот только-только вышли из максимальной нормы. Все-таки для каждого города есть своя норма. Так вот, последняя декада июля в Петербурге – это самый теплый период. По норме температура 18 градусов. Вроде вот у нас сейчас тепло, а мы ее то превышаем, то не превышаем. Это за счет того, что именно норма очень высокая. Так вот сейчас она начнет быстро-быстро понижаться. К середине месяца она уже знаметно опускается. И здесь уже только какие-то, ну, наверное, аномальные такие периоды, когда более теплый период стоит. В целом температура должна быть во второй половине августа более прохладной. Ну, знаете, если возвращаться к народным приметам, которые мы не воспринимаем. Второе число – это у нас день, когда все прекращает купаться на Руси. Это как раз с этим и связано. Знаете, второе число – некоторые люди в голубых беретах как раз только начинают купаться на Руси. Ну, и у нас так будет продолжаться сезон. Ну, это я в целом так бы сказал. Остальные люди в это время уже не купаются. Хорошо. Интересно, кто-то у нас купался? Ну, вообще я купался, скажу вам честно, но было не жарко, да. В Ладоге было совсем не жарко. Я хотел вас вот о чем спросить, подведя итог вот этого прогноза. Хоть весна и закончилась в июле, но лето закончится летом. Осенью его не будет. Констатирую. Нет, конечно, да, да. Там только кусочки бабьего лета. Все. Сухого и более теплого периода. Прежде чем мы перейдем к августу, он завтра у нас стартует, все-таки пока мы в июле находимся. Вы согласны, что июль можно назвать смелым месяцем радуг и туманов? Столько, сколько в этом году лично я их не видел никогда. Да, конечно. Все условия для этого были, потому что вот это вот переувлажнение, постоянные дожди. И все-таки это не осенняя погода, когда облаками закрыто все небо, выглядывает солнце. То радуга и утренние, и дневные, и вечерние часы постоянно наблюдалось. Туманов на самом деле очень много по всей территории Ленинградской области. Меньше, конечно, это в городе было заметно, но по области их было очень много. Теплая масса, все-таки относительно теплая масса. И вот это вот увлажнение, которое испаряет почву, только дождь прошел, поднимается, и снова туман сразу. Это, конечно, такой заметный месяц. И это бывает у нас не каждый год, надо радоваться. Если кому-то не нравится погода... Не каждый год, конечно. Не каждый год, да. Если будет стоять антициклон, и будет сухая погода, очень сухой воздух, в дневные часы жарко, в ночные попрохладнее, то, конечно, никакие туманы не образуются, а радуга мы и будем только ждать, когда мы ее увидим. Мы нашли позитив для тех, кто его не видит и считает, что лето плохое. Ну что ж, переходим к августу. Итак, что нас ждет в последний месяц лета? Это будет так же дождливо, это будет так же туманно и радужно, или все-таки будет как-то по-настоящему, по-летнему? Учитывая, конечно, что день короче, все понятно, но все же, что говорит прогноз? Первая половина месяца, скорее всего, что будет такой, как вот сейчас вот наблюдалось в последней этой третьей декаде июля. Влияние циклонов, частые дожди. Ну вот если начало месяца, да, сейчас рассматривать более такой краткосрочный прогноз, то смотрите, первого числа нет осадков, второго выходит циклон, дожди, сильные дожди. Третьего проходит циклон, нет осадков, снова давление чуть поднимается. Четвертого выходит новый циклон. Но вот это вот чередование, оно, к сожалению, повторяется, и будет повторяться большую часть августа. Антициклона, как такового, опять мы не видим, нет его вот устойчиво, но не получается над нашими районами все время влияние циклонов. Кратковременные вот эти вот сухие периоды, они будут, по нашему прогнозу, ждем середина месяца, вероятно, больше восстановления антициклона непродолжительного, а потом снова влияние циклонов. И в связи с этим кратковременные дожди, опять же, давайте больше говорить про первые декады, может быть. Это проще, это ближе. Что вот эти вот, не, не, ну это более вероятная такая погода, ливни, сильные какие-то дожди могут наблюдаться, грозы, они, конечно, будут отмечаться. Все-таки, вот в связи с тем, что более такая теплая погода, у нас нету значительных усилений ветра. Но это как бы не способствует тому, нету затопов холодного воздуха, поэтому ветер не усиливается. И фон температуры воздуха вот в этих, в этой первой половине месяца, ночные часы, это 12-17 градусов, все-таки это относительно тепло для нашего региона. Дневная температура, это 20-25 градусов. Ну, наверное, в большинстве дней, если говорить относительно города, то 20 градусов постоянно должна быть. Да, дождь когда идет, но мы об этом постоянно говорим, что вот может прогреться воздух, подходит зона с осадками, в дожде, естественно, будет более... Мы прервались, да? Нет, нет, мы продолжаем, я вас прекрасно слышу. Слышите ли вы меня? Александр Михайлович? Александр Михайлович Курисов, мы вас слышим и мы вас видим. Что-то у нас, видимо, со связью. Сейчас попробуем перенабрать нашего эксперта и продолжить этот разговор про летнюю погоду. Последний месяц, август на завтра стартует. Будем разбираться, что же нас ждет. Пока, пока то, что сказал Александр Михайлович, нас радует. Он говорит, что будет тепло и плюс 20. Он нам произнес эту сакраментальную цифру. Сейчас попробуем понять, насколько долго она будет держаться. Эта цифра в 20 градусов. Александр Михайлович, мы снова продолжаем. Слышите ли вы нас сейчас? Да, и вот для Петербурга, да, слышу хорошо. Для Петербурга вот эти вот 20 градусов, я думаю, что постоянно. Да, когда подходит дождь, то даже если там была более высокая температура, она, естественно, в дожде охлаждается, понижается немножко. Но это небольшие все-таки изменения. Но вот таких вот значительных понижений, как это было, например, в июне, ну, сейчас не должно быть все-таки относительно тепло. Вот третья декада, она будет, конечно, более прохладная. 14-19 градусов у нас и в Петербурге, да и по Ленинградской области тоже. Примерно такой фон температуры. Он все-таки на порядок ниже. И ночные температуры тоже, особенно вот в середине месяца, если восстановится антициклон, то будет более прохладно. 7-12 градусов это вот ночные температуры. Но надо говорить, что и в этот период не исключено, что там в более такой благоприятный день солнечный, то будет температура подниматься снова до 20-23 градусов. Это вот в конце августа. Вот такие вот перспективы. В целом получается, что осадков все-таки снова много. Это 100-140% от нормы и по территории Ленинградской области, и в Петербурге тоже. И фон температуры близкий к норме. Ну, вот здесь вот мы уже второй месяц затрудняемся все-таки сказать, что переселит, слабый минус или слабый плюс. Но температура близкая к норме, это подразумевает от минус 1 до плюс 1 градуса. Не исключено, что будет снова слабый минус. Сейчас, как я вот говорил, уже держится минус 1. Про аномалии. То, что мы с вами регулярно фиксируем, да, и разбираем, какие аномалии нам подарил следующий отчетный период. Вот буквально на днях была какая-то совершенно дикая история про турецкий град. Вы, наверное, видели самолет, который побило. Такой град, как в Турции. Или так, как вот буквально пару недель назад в Москве выпал почти снег. У нас возможен в августе? Ну, вы знаете, исключать-то нельзя. Вот тот случай уникальный, но не только в Москве. У нас же тоже полгорода накрыло градом, да, 22-го числа. И значительный слой его выпал. Конечно, нельзя исключать, потому что... Я сейчас говорил о том, что у нас нет усиления ветра, нет вот этих вот шквалов за счет того, что не приходил холодный воздух. Как только у нас в августе начнет заходить холодный воздух, а все-таки мы подразумеваем еще влияние циклонов, то, конечно, эти ситуации будут усиливаться. И вероятность и усиления ветра, и грады, и сильных ливней, она более вероятна. Сейчас, на сегодняшний момент, по дням, конечно, сказать это невозможно. В ближайшие дни, ну, вот, 2-го числа выходит очень хороший циклон такой, активный, компактный, с большим количеством влаги, и, скорее всего, что принесет ривни. Ну, ветер тоже при грозах вероятен. Будем, конечно, следить за этим, уточнять. Но вероятность такая не исключаю, она есть. Из рекордов в месяц надо отметить не только, конечно, город, который прошел и накрыл всю территорию. Ну, да, так вот сложилось, что именно по городу прошел. Но и очень большое количество именно ливневых дождей. У нас значительные осадки. Вот мы на выходные штормили здесь, опять же, по сильным дождям. Так вот, понимаете, больше не повезло Новгородской области. У нас мимо станции проходят, но вот в Новгородской области до 100-114 миллиметров выпадало осадков. Это колоссальное значение, это практически сразу 2-месячные нормы. И в Новгородской области в этом году больше не повезло. У нас в связи вот с расположением вот таким территориальным, получается, что восток Ленинградской области, это вот до Тихина, Воксетогорский район, он там тоже залит дождями. На Западе, ну, вот у меня дача на Западе, постоянно залив спасает, наверное, светит солнце, и более хорошая погода. И в плане полива тоже приходится поливать. Вот здесь вот про солнце вопрос возник. Американские астрономы нас сегодня пугают с затяжным солнечным затмением в конце августа. Говорят, полтора часа будем жить без солнца. В этом связи вопрос к вам, как человеку, который умеет хорошо считать, насколько похолодает, если свет выключить летом, днем, ну, вот, часа на полтора. Будет ли это заметно? Вы знаете, нет, заметно не будет. У нас прикрывают и тучами. Все будет зависеть от той воздушной массы, которая будет в данный момент находиться. Если, ну, совпадет так, что еще и мы не увидим это солнечное затмение, потому что будут облака идти, например, дождик будет, то примерно будет одинаковая масса. Если у нас ясное небо, а солнечное затмение у нас будет, я вот не знаю, в нашей США это будет, оно тоже видно? Я думаю, да, раз оно будет полтора часа. У нас обычно где-то какие-то разные районы совершенно. Ну, хорошо, но похолодает у американцев, если будет полтора часа. Ну, да нет, нет, значительно все-таки не должно похолодать, потому что это же, да, лучи дошли, прикрыла еще теплая воздушная масса. Все-таки больше, наверное, облака влияют, которые, ну, как закрывают одеяло, или как не дают прогреваться на долгое время. Нам страшнее вода, предпоследний у меня буквально вопрос сориентироваться, потому что у нас все-таки особый режим нашей главной водной артерии Невы, да, не такой, как у классических речек, мы течем из одного большого водоема в другой, но, тем не менее, давненько у нас не было никаких наводнений. Вот, например, в этом году на Средней Волге до сих пор пляжи затоплены, я не знаю, в курсе вы или нет, из-за дождливого лета как раз в Центральной России. На некоторых дамбах даже вода, говорят, шла через верх, не успевали справиться с потоками. У нас же как-то вроде бы все благополучно. Так и будет? Или все-таки есть какие-то риски, потому что действительно мокрое лето? Нет, скорее всего, что так и будет. Да, мы постоянно этот рассматриваем вопрос. Вот сейчас вот приходилось, опять же скажу, что вот по Новгородской области поднимать. Наши районы, ну, не так быстро реагируют на воду все-таки. Вот когда прошли сильные дожди на районе Бакситогорском, который я отмечал, там, конечно, были подтопления, там размытые дороги, и речки выходили. Но это очень маленькие речки, на которых все-таки мало деревень. Все основные водотоки, ну, про него вообще нельзя говорить, потому что она вмещает в себя всю воду. Дождевая вода никогда на нашу территорию не влияет. Наводнение у нас может быть только при нагоне Скинского залива. Это вот отдельно Нева стоит. А наши мелкие, более мелкие речки, это Тихвин, это, ну, Тосно, особенно вот сейчас вот смотрим за ним, как отреагируют на эту воду. Но все равно там, конечно, до начальных подтоплений там два и больше метра. Так что надо, чтобы дожди или были очень сильные в данный момент, или в течение нескольких дней. Ну, такого не получается, поэтому, скорее всего, что будет все нормально на нашей территории, подтоплений серьезных не должно быть. Волга, все-таки, это другой регион, там много дождей, и там другие условия гидрологические именно. Нас речки пропускают, наши все. Ну, хорошо, слушайте, пока все красиво. Надо будет с вами встретиться через месяц и посмотреть, насколько мы попали в цель. И в этой связи последний вопрос. В начале лета вас синоптиков, я имею в виду, многие ругали, в том числе некоторые известные парламентарии. Скажите, пожалуйста, с тех пор критики подуспокоились? Быть может, вас даже кто-то благодарит и радует? Есть ли конкретный пример или нет таких? Вы знаете, мне как-то сейчас вот тихо. Конечно, разборки, особенно после московского шквала, очень долго идут, и мы здесь все задействованы. Но вот из последнего, то, что нам удалось... Ну, вы, наверное, тоже это видели, что такая интересная статья. Совет Федерации настаивает на дополнительном финансировании Федеральной службы по гидрометеорологии и монетологингу окружающей среды. Когда вот начали разбираться все-таки, да, вот после всех этих моментов, понимают, что служба... Ну, мы с вами об этом говорили, и здесь неоднократно. Что служба оплачивается, ну, по минимуму из всех, если брать. Вам сказать сложно, я могу сказать. Не очень прилично оплачивается, а вы можете просто кивнуть или проигнорировать это. Да, да, нет, ну, я так честно и говорю. Вот, и хорошо, что это поняли, и Совет Федерации поднимает эту тему. Может быть, все-таки будут какие-то изменения в положительную сторону. И в связи с этим, ну, я надеюсь, что будем работать получше. Скажите, Александр Ильич, скажите, а с чего нужно... Возможно было бы начать Петербургскому гидрометцентру слабое место, которое нужно в первую очередь закрывать, если действительно будет дополнительное финансирование. Ну, тяжело, тяжело сказать. Вы знаете, у нас более-менее все вот нормально. У нас не хватает, конечно, Псковского локатора, он уже почти построен и скоро заработает. Мы перекроем всю эту зону. Но так, в целом, мы хорошо как бы оснащены вот технически. Станции то, что не хватает, но это общая проблема. Тема по сравнению с Европой, конечно, у нас очень далеко. Вот те ассации, о которых я говорил, постоянно приходится по локатору смотреть. Народ, может быть, на самом деле не понимает. Да, вот мы поднимаем сильные дожди, ливни, там все грозы, а они проходят мимо, они проходят где-то по лесу, у каких-то небольших деревень, которые не всегда сообщат. Они существуют. Я вот открываю локатор, я вижу, что у нас там все коллапсы всякие разные. Они проходят мимо города, мимо основной территории. Надо, конечно, большее количество станций. Может быть, как-то на это повлияют. Увеличат финансирование, будут автоматические станции, мы закроем часть территорий, которой не хватает. Это будет большой плюс тоже для всех. И для прогнозирования, и для осознания того, что происходит. Не могу не уточнить, сколько станций сейчас, сколько было бы нужно. Сколько их было в Советском Союзе? Три цифры. Ну, мы потеряли процентов 40, наверное, от Советского Союза станций по нашей территории. Дело все в том, что за последние годы, это было все-таки в 90-е проблематично, за последние годы мы увеличили количество станций. У нас сейчас 25 станций, на всех станциях автоматические станции, так что перекрыто. Но между ними расстояния очень большие. И вот если у нас идет Кириш, и потом Тихвин, Новая Ладога и Ладейное поле, ну, представляете, это колоссальное расстояние, там сотня, 80-100 километров, когда мы можем потерять там что угодно и какое угодно явление, и просто-напросто не знать. Вы сказали 25. Нужно как минимум вдвое больше? Цифра нужна? Ну, 10-15 станций бы не помешало бы вообще. Они бы перекрыли все вот те дырки, которые сейчас наблюдаются, и хотя бы было понятно. Даже в городе, вот при той сети, которая, помните, вот мы говорили, что у нас 34 осадкомера построены, вроде перекрыт весь город. Но вот сейчас вот были такие случаи, когда мы это оцениваем, что сильные осадки в 30-40 миллиметров, которые неоднократно проходили по городу, они проходят мимо этих осадкомеров. Даже этого не хватило. И только по анализу, уже по следующему, по спутнику, по другим станциям, мы понимаем, что, да, расстояние тут небольшое, но вот это вот облако с сильнейшими осадками умудряется проходить. Так что... Будем надеяться, что вас услышат и поймут правильно, да? Хорошо бы, конечно, да. Хорошо бы, да. Важно, что есть возможность говорить об этом вслух, да, и все-таки после первых странных реплик некоторых парламентариев разобраться, в чем же на самом деле дело. Спасибо большое, Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, был у нас на связи и дал нам прогноз хороший на август. Встретимся в конце августа и посмотрим, насколько он состоялся. Александр Михайлович, спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.